Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский и, как вы помните, в последней серии наших ЖТА-приключений я оказался в тюрьме. 27 декабря, когда я делаю этот ролик в трендах Гугла. Хованский. Причина в его скором возможном освобождении. Так ли это? Поговорили с самым информированным спикером, девушкой Юрия. Мы все-таки надеемся, что следствие уже закончило свое расследование, грубо говоря. Оно ознакомилось с нашими доказательствами. Они поняли, что, очевидно, наши доказательства гораздо более весомые, чем их. Блогер Юрий Хованский 10 августа оказался в списке экстремистов. На него возбудили дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Он спел песню на стриме у блогера Андрея Нефедова про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Тогда Юрий назвал героями чеченских террористов – Шамиля Басаева, Салмана Радуева, а русских – свиньями. По версии следствия, все случилось в 2020 году, когда, как по утверждению его защиты и сторонников, песню Юра спел в 2012 году. Это не оправдывает его поступок, но сильно меняет ход дела. На момент исполнения данной композиции той части статьи, по которой его судят, не существовала в принципе, а по той, которая была в законодательстве, истек срок давности. По закону никак не дастся доказать, что Юра якобы исполнял эту песню в 2018 году, потому что у нас есть куча заверенного материала, есть большое количество свидетелей. Ну, хоть умри, все будут прекрасно понимать, что Юра исполнил эту песню в 2012 году. Записи от 2018 года нет, что делать, мариновать и дальше Юру Сизок, когда он открытым текстом рассказал о планах следствия, когда опубликовал то, что с ним случилось. Думаю, это бессмысленно. Надеюсь, что это все-таки действительно какой-то акт доброй воли со стороны следствия, а не какая-то очередная ловушка. Спустя два года после того, как Юра спел эту злосчастую песню, Центр Э вызвал его на профилактическую беседу. С тех пор прошло 9 лет. Крым стал российским, взлетела криптовалюта, все узнали о биткоине, ну и пришел коронавирус. А главное, всплыло выступление кому-то очень нужного или уже нет Юрия Хованского. Была подана жалоба в интересах Юрия Хованской защиты и в Европейский суд по правам человека. Эта жалоба касается нарушения его права на свободу и лишней прикосновенности, которая хранится в статье 5 Конвенции о защите прав человека о свобода. Эта жалоба касается в том числе как раз-таки избрания и неоднократного продления меропресечения, связанной с лишением свободы. Защита убеждена, что суды не анализировали индивидуальные аспекты дела Хованского и практически автоматически продляли это меропресечение, что, на наш взгляд, недопустимо. И в этой связи как раз и была подана жалоба в Европейский суд. А вот все-таки, если его выпустят, вы уже планируете, как вы будете отмечать Новый год? Ну, очевидно, что дома, ведь у него, скорее всего, будут ограничения, он не сможет никуда поехать, буквально даже к друзьям на 10 минут. Насколько я знаю, после 11 нельзя покидать жилье, что-то такое, я слышала. А его в ту самую квартиру, скорее всего? Да, конечно, куда же еще? Я там живу, ничего не опечатано. И больше там такого срача нет, наверное, который был? Ну, этот срач возник после того, как там поработали определенные люди, поэтому сейчас, конечно, там уже чисто. Я неоднократно снимала эту квартиру, показывала ее людям. А вот в момент задержания вас не было дома, да? Не было. А вы где были? Я была в магазине в это время. И вернулась в 11 ночи там уже с пакетом продуктов. И так они остались там портиться под дверью. Основной свидетель обвинения – видеоблогер Андрей Нарцев, он же Нефедов. Именно он дал сведения о Хованском. Я никогда эту песню не пел перед жертвами. Я пел ее перед группировкой нацистов и радостным Андреем Нефедовым. Правда, по имеющейся информации в сети, он несколько раз менял показания и путался в деталях. Но, кажется, этому есть объяснение. Я читала его переписку с Юрой. В этой переписке он жаловался, что эта песня всплыла на обыске у него. И каким образом она всплыла, с учетом того, что Юра ее всюду удалял, непонятно. Видимо, он хранил у себя ее где-то на носителях и решил таким образом свою шкуру применять на Юрину. Я пришла к такому выводу. В сети появилось не только видео задержания Хованского, но и его извинения. Но, как мы уже знаем, система извинений у нас не очень-то работает. Сделал дело, отвечая по всей строгости закона. Теперь Юре грозит до семи лет лишения свободы. Юре такая позиция далека. Ему не нравятся националисты, ему не нравятся радикальные взгляды. И он хотел таким странным, глупым способом показать этим националистам, как они выглядят со стороны, что будет, если такие взгляды будут разделять те люди, которых они пытаются травить. И исполнил такую песню, собрав эту песню, буквально все клише, которые только можно было вообще собрать о террористах. Если бы этот стрим все-таки сохранился, я думаю, любая экспертиза показала бы, что это совершенно вырубанная из контекста слова. Ну, я думаю, она так и покажет, на самом деле. До тюремной истории Хованского о Марии Нелюбовой было не слышно. Интересно, что их связывает и почему о девушке Ховы, которая спустя семь месяцев сейчас пытается активно его защищать, прилагая максимальные усилия, стало известно только сейчас. Да и сам блогер в последнее время до ареста казался одиноким и каким-то подавленным. У нас тут произошла достаточно интересная ситуация. Я спал в запой на месяц или я уже не помню, когда это началось. Юра очень упертый в ряде вопросов. Конкретно на этот момент я практически никак не могла повлиять. Я пыталась какое-то время заменять ему вино компотами, грубо говоря. Но если Юра сам не хотел, то повлиять на это практически не было возможности. Насколько я знаю, он всегда любил алкоголь, и это началось задолго до меня, очень-очень задолго. Именно запой был, когда начали ему угрожать разафишировать его адрес. Это прямо было для него ударом. Как арест Юры повлиял на ваши отношения? Юра стал гораздо романтичнее, чувствительнее. В этом плане повлиял скорее даже положительно. Но, конечно, лучше бы такого бы не было. А вот как мужчина, в чем он вас привлекает? Интеллектом, я очень ценю в мужчинах интеллект. У него прекрасное чувство юмора, у него очень, не то чтобы даже циничный, цинично-реалистичный взгляд на вещи. И мне это в нем нравится. Человек не витает в каких-то иллюзиях. Он честен с собой, с окружающими. Я люблю таких людей. Просто были онлайн-проекты, мы играли в игры, там мы познакомились. Странных моментов в уголовном деле Юрия Хованского, конечно, много. Вот Мария, не только его девушка, которая выступает в защиту своего мужчины, но и оказалась свидетелем со стороны обвинения. Я свидетель со стороны обвинения, потому что меня вызвали вместе с Юрой, ну, привезли вместе с Юрой в следственное управление, якобы, чтобы ему помочь. Сказали, поезжай с нами, дашь положительную характеристику. И теперь формально я свидетель обвинения. Это может иметь проблемы, потому что, когда Юру отпустят на домашний арест, вот как бы нам не запретили жить вместе. Из-за того, что я свидетель. То есть я сейчас собираю документы о том, что я уже давно проживаю в этой квартире. Я выпросила справку управляющей компании, собираюсь предоставить квитанцию по оплате коммунальных платежей, которые я оплатила все это время. Надеюсь, этот суд убедит, что я не какой-то там ценный свидетель обвинения, на которого может надавить Юра. Его же долгое время не пускали на домашний арест. Почему? Потому что он может найти каких-то свидетелей, надавить на них, видимо, ну, этого лжесвидетеля Нарцева и вот этих странных типов. Разговор с Марией получился позитивным, с настроем на то, что Юру все-таки отпустит. Ну, а если все-таки нет, статья ведь серьезная. Что же будет тогда? Напишите в комментариях. Это будет скандал. Я обещаю. Еще больше будет огласка. И я надеюсь, что рано или поздно мы свою позицию все-таки донесем до тех людей, которые за этим стоят. Потому что сколько можно. Все все видят. Каждый их шаг, он известен. Если вдруг вы досмотрели это видео до конца, то вот вам справочка. Юрий Хованский для миллионной аудитории в интернете ипотажный персонаж Ютьюба. Ему 31 год, родом он из Пензенской области, но давно живет в Петербурге. Хова за это время успел побывать стендап-комиком. Я гораздо менее круче, чем эта песня. Я вижу, здесь очень много фанатов. Я не мэйдисна. Мой стендап не наценен на вас. Уходите. Видео-игровым стримером, телепродюсером и даже рэпером. Джокер на квартале. Хова легендарен. Со мной Мурген, со мной Ларин. С тобой не хуй разговаривать. А также помощником депутата от партии ЛДПР. На его канал подписаны почти 5 миллионов интернет-пользователей. А теперь Юра Арестант. Не в видеоигре, а по-настоящему. Уже 7 месяцев сидит в крестах. Только весь интернет против. 22 блогера приняли участие в видеопетиции «Свободу Хованскому». Спасибо, что посмотрели это видео «Свободу Юрию Хованскому». Субтитры подогнал 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 «Свободу Юрию Хованскому».